Ни в одной стране не бывает ни длительного процветания, ни постоянного упадка. Если должностные лица по поддержанию правопорядка решительны и сильны, то страна будет могучей. Если они мягкие и бессильны, то страна будет слабой. Так более двух тысяч лет назад древние китайцы интерпретировали отношения между законом и государством. В докладе на 20-м Всекитайском съезде КПК указывается, что в Китае в основном сформировалась общая архитектоника всестороннего управления государством на правовой основе. В настоящее время непрерывно совершенствуется социалистическая правовая система с китайской спецификой. Это касается Гражданского кодекса, который вступил в силу в 2021 году. Он охватывает все стороны жизни китайского народа. В Гражданском кодексе говорится о разных законах. Там говорится о борьбе с мошенничеством, а также о браке. Раздел защиты прав может оказать еще большую помощь всем. Это жители Хутуна Дашилань в Пекине. Здесь находятся самые колоритные и самые аутентичные переулки Пекина. Кроме того, здесь зародилась Пекинская опера. Сегодня я вместе со своим французским другом Николасом Ирурзуном пришла сюда. Говорят, что служба юстиции улицы Дашилань нашла новое вдохновение в Пекинской опере, сделав тему популяризации юридических знаний более приближенной к народу. Это принесло новую волну распространения знаний о законах среди населения этого Хутуна. Ни в одной стране не бывает ни длительного процветания, ни постоянного упадка. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, господин Ли. Добро пожаловать. Проходите. Наши артисты уже начали гримироваться. Наша служба юстиции является самым низовым органом судебной администрации. Она тесно связана с народом и является первой линией. Одной из наших ежедневных задач является пропагандой просвещения в области законов. Основными смыслами пекинской оперы являются почитание родителей, уважение старших, преданность, верность, этикет, чувство долга, умеренность, совестливость. Все это соответствует сути наших законов. В спектакле «Поселок Чесан» рассказывается о том, что родители Бао Джена умерли, когда он был ребенком, и его воспитывала жена старшего брата. Бао Джен стал судьей и справедливо приговорил сына этой женщины к смертной казни за взяточничество. Бао Джен всю жизнь о ней заботился. После показа спектакля его содержание разъясняет юрист. Статья 1075 Гражданского кодекса гласит, «Младшие братья и сестры, которые были воспитаны старшими братьями и сестрами и имеют финансовые возможности, обязаны поддерживать братьев и сестер, которые не могут работать и не имеют финансовых средств». Как вам пришла в голову идея использовать пекинскую оперу для популяризации закона? У нас в районе Джилань количество пожилого населения составляет примерно 28%. Они больше интересуются законными положениями о поддержке стариков и их материальном обеспечении. Когда вы занимаетесь популяризацией знаний о законе, если просто читать текст, то это все будет восприниматься довольно медленно. В соответствии с особенностями нашего региона, мы сочетаем традиционную пекинскую оперную культуру с правовой популяризацией, что помогает сделать правовой всеобуч более живым. Таким образом, пожилые люди, посмотрев спектакль, могут узнать о некоторых законах и нормативных актах, касающихся их самих. До прихода сюда мне было очень трудно представить, что между пекинской оперой и законом может быть что-то общее. Сейчас они занимаются распространением знаний о законах с помощью пекинской оперы. Они исполняют отрывок, а потом юрист объясняет его. Когда раньше я смотрела оперу, я даже не думала, что в ней столько загадок. Я думаю, что этот Гражданский кодекс направлен на защиту прав народа. Это очень здорово. Гражданский кодекс составляли в течение 66 лет. Он охватывает 1260 законов и нормативных актов и фокусируется на основных социальных проблемах. Затрагивает все аспекты жизни людей. Гражданский кодекс опирается на развитие народной демократии во всем процессе, полностью прислушивается к мнению широких народных масс, активно реагирует на проблемы людей. Гражданский кодекс — это важная веха в процессе осуществления повсеместного управления государством на основе закона. К концу июня 2022 года было разработано и пересмотрено более 730 законов и административно-правовых норм. С 2012 года социалистическая правовая система с китайской спецификой с каждым днем становится все более научной и совершенной. Китай ускорил продвижение законодательства в таких важных областях, как национальная безопасность, кибербезопасность, иностранные инвестиции и так далее, предоставив надежную защиту бурному развитию китайской экономики, благосостоянию народа, процветанию и стабильности страны. Ни в одной стране не бывает ни длительного процветания, ни постоянного упадка. Если должностные лица по поддержанию правопорядка решительны и сильны, то страна будет могучей. Как вы это понимаете? Только управляя государством на основе закона можно достичь безопасности и процветания. Китай очень хороший тому пример. Прогресс Китая в различных областях сегодня неотделим от рационального применения законов и доверия к правовой системе. Когда мы говорим об управлении государством на основе закона, нам кажется, что это необъятная тема, и она очень далека от каждого из нас. Но в конечном итоге народ и есть корень всестороннего управления государством на правовой основе. Конечно, авторитет верховенства права должен опираться на народ, интегрировать идею верховенства права в жизнь и стимулировать каждого человека соблюдать закон. Ни в одной стране не бывает ни длительного процветания, ни постоянного упадка. Если должностные лица по поддержанию правопорядка решительны и сильны, то страна будет могучей. Если мягки и бессильны, то страна будет слабой. Благодаря длительным усилиям была сформирована социалистическая правовая система с китайской спецификой. В целом, законы могут соблюдаться в различных сторонах государственной деятельности и общественной жизни в нашей стране. Это наш огромный успех. В первую очередь, Китай очень много работал над вопросами планирования и над структурированием всех аспектов государственного управления для достижения своих целей. Это классическое выражение актуально по сей день. Хотя модернизацию во всем мире принимают на ура, люди по-прежнему стремятся к еще большей глобализации. Это остается главной основой китайского духа. В Китае соблюдаются законы очень сильно. Они работают и все стараются делать во благо народа. Чтобы будут расти и другие мужчины. Компризирование и другие мужчины. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова